Здравствуйте! Здравствуйте, вы ко мне? Александр, здравствуйте! Что случилось? Торпенко Владислав, патрульная полиция. Очень приятно. Автомобиль остановлен с нарушением. Я не могу включить аварийку. Что-что? Выдрали магнитофон, не могу включить аварийку. Магнитофон выдрали? Смотрите. Я понял. Нету кнопки аварийки, даже ничего не могу сделать. Когда сделали? Ну, вандалы какие-то. Обворовали? Да. Вы приехали? Что? Вы приехали на автомобиль? Я приехал, да. Убирать его можете отсюда? Этот автомобиль? Да. Нет. Я же говорю, выдрали все. Убрать автомобиль? Ну, если мы только столкнем вместе. Оттолкнуть? Нет. Ну, сядете и отъедете. Нет, мне нельзя садиться за автомобиль. Мне тоже. А что, у вас нет документов? Я вам расскажу почему, да. Ситуация такая. Я только что был на таможне, а оказалось, что этот автомобиль не на мне. И мне ездить на нем нельзя. Не на вас? Да. Ну, документы у вас есть на него? Есть, но я не могу на нем ездить. Так сказала мне таможня. Ну, разбирайтесь с таможней. Так, а как я могу уже сесть за руль? Они сказали, что нельзя. Ну, я в наличии, на руках, есть водительские свидетели с адрестрацией? Есть. Ну, я не могу ездить на машине. Полис, там, зеленая карта. Все есть, все есть. Ну, так в чем проблема вам сесть за везде и отъехать? Есть проблема. Таможня сказала, что на этой машине мне лично ездить нельзя. Вот, разбирайтесь с таможней. Меня сейчас интересует, чтобы вы убрали с остановки. Так вы не поняли. С точки зрения правил дорожного движения, я не могу на ней ездить, так как таможня сказала, что не я на этом автомобиле въехал в Украину. Это выяснилось буквально вот сейчас. Прошу прощения. Андрей, что, задание пришло? Нет? Слушайте, я вам вполне серьезно говорю. Есть документы, я могу вам показать, у меня есть права, все. Но проблема в чем? Только тот, кто вез автомобиль, может на нем ездить. Оказалось, что это не я. Ну, смотрите, это дела таможни, таможни и таможенного кодекса. Да, ну, таможня, это же не таможня мне запрещает ездить лично, а законодательство Украины в целом, которое вы, в частности, вледете и наказываете за него. То есть, смысл в чем? Лучше заплатить штраф за неправильную парковку, чем за перемещение на автомобиле, который везен не мною. Я так думаю. С таможней вопрос, конечно, убесил. Это значит. Шумно, я вас плохо слышу. Я говорю, с таможней по-любому вопросу. Может, я с той стороны подойду? Вы можете сесть. А? Я не... Можете сесть. За руль вашего автомобиля? Так не, не, просто сесть. Я не буду садиться. Может, с той стороны подойду? Пожалуйста, я вроде бы. Здравствуйте. Добрый день. Я вам серьезно говорю, ребята, есть документы, все, но такая проблема. Машины не на меня. Ездить я на ней не могу. Да я же не спорил, я смотрел ваши ролики. Не, я вам серьезно говорю, ну вот, кроме шуток, я вам покажу все, там, все, что надо. Вы лучше меня оштрафуете за неправильную парковку, чем конфискуете автомобиль. Может, вы лучше просто уберете? Я не могу. Это такая вот, как я... Я не могу сесть за руль. Вот вы можете. Вы представитель власти. Я бы хотел сесть за руль. Вы представитель власти, да. Там, погреться, сесть в автомобиль, как пункт обогрел, возможно, можно. Теперь вы меня троллите, я понял. А почему вы и нет? Я уберу машину, но я вам честно говорю, такая ситуация сложилась, что вот так. А вы вот сейчас не работаете, вы не можете по базе никак проверить, что? Вот имеет право управление человек или не имеет право на иностранном автомобиле? На иностранных. Ну, а как быть вообще? Ну, вот такая ситуация. По поводу автомобиля на иностранных номерах существуют разные точки мнения. Смотрите, я считаю, как я действую. Водителю на иностранных номерах нужен техпас, ну, свидетельство перегистрации, водительская и зеленая карта. Да. И номер, я так понимаю. Я не заметил, у вас нет переднего номера. Да, у меня нет переднего номера. Смотрите, в совокупности... А у вас не попаредживаются, видо, фистанция. А можете не попаредживать, это все нормально. Я к чему говорю? Вы правильно все сказали. Ну, допустим, такая ситуация. Вот действительно данным автомобилем я не имею права управлять. И это действительно будет буквально вот сейчас. Но я был на таможне, и у них произошла ошибка. Ошибку, конечно же, не справить никуда не денутся. Но, по факту, так и происходит. Ну, надо находить какой-то выход из этой ситуации. Вот. Совместно с вами я верю, мы его найдем. То есть, какой вы считаете, что я штрафую вас на 255 гривен, у вас появится возможность на нем уехать или что? Мотивация. Мотивация уехать? Конечно. Вы тем самым тоже самое нарушите то же требование, которое вы говорите, что вам нельзя управлять. Нет, я вам скажу, когда вы меня штрафуете, я могу здесь остаться, потому что повторно вы не сможете меня штрафовать. Нет, нет, это не оплата за парковку. Нет, я понял. Потому что мы вас острахуем, это не оплата за парковку, это штраф по части Владислава. Владислав, вы молодец. Давайте, вы хорошо держались, все, пацаны, я уезжаю. Давайте, хорошая вам работа в Одессе. Ролик можно ожидать. Можно ожидать ролик, но я вам честно скажу, все, что я сказал, все, что я из этого сказал, все правда на самом деле. Александр, вы смотрите, это все хорошо, мы с вами мило пообщались, потому что мы тем самым создали прекрасные движения. Да, да, мы уезжаем однозначно, все, мы, как это называется, вы предотвратили нарушения, я не знаю. То есть, если есть, посмотрите, я не против деятельности подобных деятелей, ну, как вы, вот, там снимают видео, все, как-то все законно, но только как-то надо с уважением относиться к другим участникам. Тем самым, вы смотрите, оставили автомобиль, но не мешает проезда. То есть, ваш не мешает? Ну, я по причине, что я делаю. Ага, ну, ну, понятно. А ты не со с вами побеседовал? Ну, понятно, ваш не мешает, он мешает. Ну, хорошо, ну, все, ну, что, мы рассасываемся или все-таки со стороны? Ну, да, у нас сцепление пришло, мы поедем дальше. Ну, это традиция у полиции. Не, серьезно. Ну, все, ребята, счастливые. Еще вопрос, вы к нам в Одессу приехали, если вы? Я думаю, что, если одесская полиция не начнет штрафовать нарушителей за правонарушения, мне придется остаться здесь на подольше. Не начнет штрафовать? Конечно. Ну, потому что в совокупности факторов вы, как минимум, должны меня были запретить дальнейшее движение. А так, как я стою с нарушением, у меня нет переднего номера, человек заявляет, что не имеет никакого отношения к машине. После всех совокупностей этих факторов машина вообще никуда не должна ехать. И водитель в том числе. Ну, без переднего номера сколько-то запрещено? Поэтому я вам говорю, что в совокупности всех этих факторов надо как-то жестче двигаться. Понятно, что в моем случае вам это будет сделать очень трудно, но, тем не менее, я вижу это не только по себе. Я вижу, как другие участники дружного движения позволяют себе ездить нарушать, а полиция ничего не может сделать. Это неправильно, ребята. Неправильно. Ну, согласитесь со мной. То есть, в чем я с вами согласен, но давайте мы, наверное, будем прерывать нашу дискуссию, все-таки уберем автомобиль и мы будем заниматься как здесь не делаем. Конечно, давайте. Добрый день. Конечно. Всего доброго. Счастливо, счастливо, всего доброго. Счастливо, счастливо.